Как проявлять себя дьявол? Когда человек рождается на земле, то ему изначально дается небесное и земное начало. Небесное более возвышенное, земное и дьявольское. Вначале в человеке земного и небесного находится поровну. Но потом, по ходу жизни, все меняются, становятся больше или земного, или небесного. Чтобы стать небесным человеком, приблизить себя к святому, нужно по капельке выдавить из себя дьявола. На самом деле, даже просто удержать равновесие в душе, половина земного, половина небесного, бывает чрезвычайно трудно. Человека постоянно тянет вниз, ему все время хочется сделать что-нибудь черное и гадкое. К сожалению, жизнь так устроена, что к возвышенному человека тянет гораздо реже, чем к незменному. Земля это царство дьявола, поэтому большинство людей голос сатаны слышат намного сильнее, чем голос Божий. И иногда у каждого из нас бывают приступы вдохновления, полеты души, желание совершить какое-нибудь доброе дело. Но, к сожалению, такое происходит очень редко. В основном, голоса у человека все время заняты каким-нибудь проблемами и хлопотами. Наша жизнь состоит из постоянных нервотрепок, стрессов, кризисов. Строить всегда труднее, чем ломать. Испортить человеку настроение можно всерьез и надолго. Все лишь одним неудачно сказанным словом. И сколько потом надо потратить усилий на то, чтобы вернуть обратно хорошее расположение духа. Ведь не даром говорится, ложка дегтя божку меда портит. Один единственный хам и негодяй может легко испортить настроение целой компании весельщиков. Жизнь на земле тяжела. И поэтому дьяволу легко толкнуть человека на злые дела. Заставить его кого-нибудь оскорбить. На кого-нибудь накричать. Если человек четко понимает, какие поступки относятся к земным и незменным, то он, отказавшись от дурных действий и мыслей, может стать небесным созданием. До конца на земле он никогда не сможет очиститься. Но приблизиться к божественному и высокому он способен еще в этой жизни. И когда его душа уйдет на тот свет, то он попадет на высшие уровни рая. И через небольшой промежуток времени сможет вернуться на землю.